Позитивные перемены происходят в сфере образования Одинцовского округа, заявил глава муниципалитета Андрей Иванов. Одно из важнейших направлений строительства новых учреждений. Уже в мае этого года планируется начать возведение пристройки к Одинцовской гимназии номер 14. Сдать объект должны к сентябрю 2023 года. При этом стройплощадка будет оснащена камерами видеонаблюдения, чтобы контролировать процесс в режиме онлайн могли как представители власти, так и общественность. В новом четырехэтажном корпусе будут предусмотрены просторные классы, лаборатории, мастерские, методические кабинеты, актовые и спортивные залы, библиотека с медиатекой, а также все необходимые административные помещения. По сути, этот корпус будет новая школа. После капремонта открылся детский сад на Можайском шоссе 96А. В скором времени он сможет принимать порядка 120 малышей, что позволит полностью ликвидировать очередь в дошкольные учреждения в этом микрорайоне. Продолжают открывать и палисадики. В прошлом году по программе губернатора начали работу пять мини-садов на 615 мест. В этом уже три палисадика на 170 детей. До конца года планируется создать еще 155 мест в новых детских учреждениях, расположенных на первых этажах многоквартирных жилых домов. Эта программа продолжается. Она пользуется и спросом, и популярностью. Многие родители пишут нам слова благодарности, поэтому останавливаться мы не планируем. Также будем искать все возможные подходящие помещения для того, чтобы провести ремонт, закупить мебель и игрушки, открыть соответствующие палисадики. Еще одна актуальная тема – развитие транспортной инфраструктуры. Сегодня идут активные подготовительные работы по реконструкции улицы Чистяковой. Ведется переустройство инженерных сетей, насыпи, выемка грунта. В итоге улица будет обустроена автобусными остановками, шумозащитным экраном и пешеходными тротуарами. Темпы мы не снижаем, идем в графике, подрядчик нам понятный, поэтому держим на контроле и конец 2022 года все-таки планируем открытие новогражданной нашей улицы Чистяковой. Еще один объект – путепровод Отрадная. Сейчас идет согласование с МЕТой, ремонт должен стартовать в мае. В результате капремонта планируется увеличить тротуары, разделить блоками проезжую часть противоположных транспортных потоков и решить проблему освещенности. Завершить работы должны до конца года. Наталья Гончарова, телекомпания Одинцова.